Без пяти век столько существует в Ульянской области отделение Всероссийского общества глухих. Подготовка к юбилею началась задолго до значимой даты. Генеральная репетиция прошла на сцене Дома культуры Киндяковка. Когда смотришь на этих особенных людей, понимаешь, что у них безграничные возможности. Среди инвалидов, по слуху, много танцоров, исполнителей песен на жестовом языке, спортсменов. Во время репетиции они буквально зажигали на сцене. Поражаешься их жизнелюбию, силе духа и оптимизму. Среди них есть и те, кто прославил нашу область на международном уровне. К примеру, супруги Руслан и Ольга Шарафиддинова. Они со школы профессионально занимаются танцами. Оба закончили УЛГУ. Руслан стал работать инспектором в региональном отделении общества. В свободное время помогает своей супруге. Ольга – руководитель хореографического ансамбля. Мы танцуем уже давно в школе, когда мне было 14-15 лет. И супруги тоже. Мы ездили на всероссийских, на международных, ну, конечно, и областных фестивалях. Все знают, наверное, я думаю, что, надеюсь, в одну. И детям тоже мы даем, что с танцами не все могут танцевать, да, как бы нарушениями слуха. Но все-таки отдавить от того, какой руководитель. В юбилейном вечере участвовала не только молодежь, но и ветераны общества. Являюсь председателем Совета ветеранов. Работаю вместе с глухими. Проводим различные мероприятия. Туристические поездки организовываем. Обсуждаем разные темы. В другие города мы выезжаем. В Казань, в Самаре были, из Карала, в Саранске. Выезжали с концертной программы в другие города. Маргарита Ивановна Васина, которая в беседе с Зинаидой Алексеевной выступила в качестве переводчика жестового языка, более 20 лет возглавляет Ульяновское отделение Всероссийского общества глухих. Она всем сердцем болеет за своих подопечных, помогает им всем, чем может. Сейчас мы открыли Центр социокультурной реабилитации инвалидов по слуху, Центр сурдопереводческих услуг, который оказывает помощь и сопровождение инвалидам по слуху во всех областях их жизни. Это участие и в судах, и в медицинских учреждениях, и бытовые вопросы решаем, трудоустройство – это очень важно для них. Как отметила Маргарита Васина, сегодня в региональном отделении Всероссийского общества глухих зарегистрировано 1116 инвалидов по слуху, слабослышащие и глухие. Все, кто хочет пополнить ряды общества или нуждается в консультации, могут обращаться по телефону 3209-56. Также можно прийти в консультационный центр на Минаево-10. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Управда ТВ.